Социальные программы на 2017 год в Сочи уже утверждены. Для жителей города в новом году будут построены детский сад, школы, отремонтированы дороги, ряд культурных и спортивных объектов. Детский сад на 210 мест в поселке Лао строители планируют завершить именно в этом году. И в верхней беранде 1 сентября ученики пойдут в новую школу номер 88. Уже заложены средства в городском бюджете на ремонт виллы Вера, помещение которой занимает центр внешкольной работы. В приоритете на ближайший год и расширение детской художественной школы в Адлере, сообщил глава города на первом в новом году совещании. Это приоритет, это значит, что в этом году мы должны достроить этот объект. И у нас появится дополнительное количество, свыше 200 мест для наших деток в художественной школе, что очень серьезный прорыв. Девять юных художников вместе с преподавателем творят в одном из самых маленьких кабинетов художественной школы. Впрочем, остальные по площади не сильно отличаются. 58 лет в этом здании талантливые дети учатся выражать свои мысли кистью. Около 400 квадратных метров и почти 700 воспитанников. Класс, я здесь уже работаю 23 года в этих стеночках, он мне невероятно дорог, но тем не менее я рада, потому что тесно. Потому что вот видите, что некуда складывать подрамники, некуда, как бы тесно. С каждым годом желающих стать художниками становится все больше. Однако расширять творческое пространство не позволяет маленькое помещение. Сегодня очередь на поступление в художественную школу больше ста человек. Не хватает помещений для хранилищ, библиотеки, мастерских и столярного цеха. Но скоро все изменится. Пристройка на заднем дворе станет вторым корпусом школы. С просторными классами и кабинетами. Здание начали строить в начале 90-х силами родителей. Потом стройку заморозили. И до сих пор никто даже не надеялся завершить начатое. Все изменилось в ноябре. Тогда Анатолий Пахомов побывал в адлерской школе. Узнав о проблемах художников, дал распоряжение включить учреждение в социальную программу на 17-й год. Какие проблемы? Я говорю, не хватает нам места. У нас желающих больше, чем мы можем вместить. Он обратился к главе района, говорит, ну надо подыскать помещение. И тут я ему говорю, а у нас вот стоит не дострой-то. И он живо ухватился так за это, заинтересовался. Быстро-быстро все завертелось. Более 500 квадратных метров – это больше, чем школа располагает сегодня. Когда строительные работы будут завершены, в школе прибавится и учеников, как минимум на сотню. А пока педагоги продумывают дополнительные образовательные программы, их воспитанники размышляют над дизайном нового помещения.